Весной! 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 Они готовы и к труду, и к обороне. Сотни людей предпочли провести утро субботы, сдавая нормативы ГТО. В Челске-Нагазине живут прекрасные люди, которые заботятся о нашей филийской форуме. И мы рады сегодня о том, что третий, сильный, пестиватель ГТО. Это круто, весело. ГТО это такое всероссийское мероприятие, надо этим заниматься. И продвигать спорт в нашей стране. Традиционный универсальный спорткомплекс Подмосковья принимает желающих сдать нормы ГТО. К слову, в минувшем году Щелковский центр тестирования стал лучшим в стране. Раз от раза желающих проверить свои возможности меньше не становится. А здоровый образ жизни с каждым годом все больше входит в жизнь людей. Причем всех возрастов. Более всего 10 лет, а он уже готов дать фору ребятам более старшего возраста. Он смог подтянуться 15 раз. Я занимаюсь вольной борьбой и там подтягиваюсь. То есть тебе нравится этот праздник и что тебе здесь нравится? Тут можно подтягиваться, заниматься, все это. Участники выполняют нормативы по целому ряду дисциплин. Это и прыжки в длину, и бег, рывок в гири, стрельба и многое другое. Конечно, задача усложняется или упрощается в зависимости от возраста участника и его гендерной принадлежности. Например, девушки в возрасте от 18 до 24 лет должны прыгнуть в длину с места на 190 сантиметров. Это норматив для золотого значка. А молодые люди этого же возраста на 240 сантиметров. Всего же более 650 человек пришли сдать нормативы ГТО в этот день. Для многих это стало больше, чем просто спортивным праздником. Проверить свои возможности решили 65 семей. Они пришли в полном составе. Выполняли упражнения и целыми коллективами. Ну а тем, кто только собирается присоединиться ко всероссийскому движению, сообщаем. Всю подробную информацию можно узнать на официальной странице Щелковского центра тестирования ГТО ВКонтакте. Тарас Снегова, Валерий Жеглей, телерадиокомпания Щелкова.